Здравствуйте, дорогие друзья! Для вас звучит передача из рубрики «Здоровье. Здоровый образ жизни», подготовленная христианской радиостанцией «Голос надежды». Сегодня мы коснемся темы эмоций и здоровья и обратимся за помощью к книге Уильяма Дайсингера «Небесный образ жизни». На мозг человека оказывают влияние любые изменения, происходящие в организме. Все, что воздействует на дыхательную систему или систему кровообращения, отдельно взятые органы и их функции, отражается на нашей способности мыслить. И, соответственно, наоборот. Наши мысли также влияют на наше здоровье, на возникновение, течение и исход всевозможных болезней, с которыми сталкивается организм. Мудрый царь Соломон много веков тому назад подметил эту удивительную закономерность, сказав «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Приятная речь — сотовый мед, сладко для души и целебно для костей». Кстати, эти глубокие мысли записаны в библейской книге «Притчей Соломоновых». Между прочим, утверждение Соломона становится еще более значимым, если вспомнить, что именно в костном мозге синтезируются кровяные тельца, являющиеся важнейшими элементами иммунной системы. Кроме того, Соломон напоминает нам, что каковы мысли человека в душе его, таков и он. В Новом Завете апостол Павел поощряет нас к позитивному мышлению и эмоциям. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». В другом месте Писания апостол развивает эту мысль. Обращаясь к христианам города Филиппы, он говорит. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». А вот рекомендации, которые дает нам известный американский врач Норман Казинс. Они необыкновенно созвучны мыслям о здоровье, которые мы находим на страницах Священного Писания. «Никогда не допускайте в ваше сознание никакой паники. Уверенность, глубокое чувство цели, оптимизм, воля к жизни – все эти позитивные факторы помогают противостоять любой болезни и обеспечивают исцеление». «Хотя внутреннее стремление организма к самоисцелению не всегда может давать результат, оно является достаточным, чтобы послужить основанием для уверенности и особых усилий». Поделиться ответственностью за конечный результат с лечащим врачом будет в интересах как врача, так и пациента. «В определенных случаях хирургического вмешательства можно избежать, но никогда не бывает случаев, чтобы то, чем человек питает свой организм или разум, оказалось неважным для здоровья». «Процесс медицинского лечения должен иметь своей целью не только восстановление утраченных жизненных сил после нанесенного вреда, но должен быть направлен на улучшение общего качества жизни и помогать пациенту преодолевать ощущения безнадежности и беспомощности». Далее Норман Казинс пишет. «Во многих газетных статьях того времени писали, что я с помощью смеха выкарабкался из могилы. Внимательно читавшие мою книгу, однако знают, что под смехом подразумевается всего лишь метафора полного набора позитивных эмоций. Надежда, вера, любовь, воля к жизни, радостный дух, юмор, творческий взгляд на вещи, шутки, уверенность, большие ожидания – все это в совокупности в моем конкретном случае имело терапевтический эффект». Радостный и оптимистичный взгляд на жизнь, как показывает практика, непосредственно самым положительным образом влияет на более эффективное функционирование иммунных механизмов. Между тем, дьявол различными путями притупляет наш разум, препятствуя людям делать правильный выбор. Сатана стремится повлиять на наше восприятие жизни. Он пытается обрушить на нас чувства вины, волнения, гнева, депрессии, а также разные негативные мысли. С Божьей помощью мы должны противостоять ему позитивным восприятиям окружающего мира и добрыми эмоциями. В нашем сердце должны жить любовь, радость, мир, вера в Бога, уверенность в себе. Такой образ мышления решительно необходим для здоровья, для исцеления и укрепления иммунной системы. Однако наивысшая функция мозга заключается в том, чтобы посредством Духа Святого служить вместилищем самого Иисуса. В одном из таинственных центров мозга есть то место, где желает обитать Спаситель. Хотя невозможно указать Его анатомическое расположение, но все-таки где-то в нас есть та дверь, у которой стоит Иисус и стучит, ожидая, что мы впустим Его. Когда мы принимаем и приглашаем Сына Божьего поселиться в нашем сердце, тогда Он становится Христом в нас, упованием славы. Хотим подарить Вам, наши дорогие друзья, книгу Роджера Морнье «Невероятные ответы на молитву». В ней даны изумительные примеры, когда искренняя молитва, обращенная к Спасителю и Господу нашему Иисусу Христу, может творить чудеса. Ждем Ваши письма и заявки на книгу Роджера Морнье «Невероятные ответы на молитву». Наш адрес 127 473 Москва, Абонентский ящик 3, Христианская радиостанция «Голос надежды». Повторяем наш почтовый адрес. 127 473 Москва, Абонентский ящик 3, Христианская радиостанция «Голос надежды». Я к Тебе, Господь, Пусть на колени голову склоню И молить Тебя о прощении не устану. Верю, что поймешь непременно Ты печаль мою И утешишь, и ободришь В трудный час. Господи, Ты поймешь меня, Дашь покой для больной души. Господи, Суматое дня Ты меня От равнодушья удержи. Я в любви Твоей Неизменной Обрету покой И забуду все Огорченья И печали Я прошу Тебя, Что просеял Ты Своей рукой Все сомнения Разделяющие нас Господи, Ты поймешь меня Дашь покой для больной души. Господи, В суматое дня Ты меня От равнодушья удержи. Я к Тебе, Господь, Я к Тебе, Господь, Я к Тебе, Господь, Я к Тебе, Господь, Я к Тебе И молить Тебя О прощенье Не устану. Верю, Что поймешь Непременно Ты печаль мою И утешишь И ободришь И ободришь Трудный час. Господи, Ты поймешь меня, Дашь покой Для больной души. Господи, Господи, В суматое дня Ты меня От равнодушья удержи. Я к Тебе, Господь, На колени Голову склоню, Знаю, Что поймешь Печаль мою И утешишь Сегодня мы приглашаем вас послушать очередную передачу из цикла «Загадки библейского текста». В Писании неоднократно упоминается мед, как в прямом, так и в переносном смысле. Он символ сладости и приятности, но из многих высказываний Библии о меде одно особенно привлекает наше внимание. «Как сладки гортани моей слова твои, лучше меда устам моим». Так псалмопевец Давид в словословии обращается к Богу и утверждает, что слово Божье для уст человека лучше, нежели мед. Для христиан справедливость этих слов несомненна. Ведь Христос учил нас ценить слово истины выше насущного хлеба. Стоит вспомнить, как Он сам подвергся нападкам дьявола. Ответ Иисуса звучит сквозь века. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Позже Господь призывал людей «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Как проникнуться осознанием ценности слова Божьего? Хорошо приобщаться к нему с юных лет. Ведь внутренний нравственный стержень закладывается в детстве, и он очень поможет затем повзрослевшему человеку справляться со многими трудностями. Радость встречи со Священным Писанием ребенок может ощутить с измольства. Хорошо, когда такие встречи проходят в семейном кругу. Ведь семья для ребенка – высшая, хотя и не всегда осознаваемая ценность. Именно семья дает ему пищу, кровь, заботу, защиту, любовь, будущее. Материальный достаток, конечно, важен. Но еще более важно – желание родителей увидеть в своих детях как можно больше хорошего. Когда частью семейного очага делается Евангелие, это неизменно приносит добрые плоды. Как было бы хорошо, если бы в каждом доме хранилась семейная Библия. Но не как часть интерьера, а как часть семейного общения. Даже очень занятые родители всегда смогут найти 15 минут в день и собрать своих близких вокруг Священного Писания. Вместе прочитать о каком-либо случае из жизни Христа, а затем поразмышлять о том, что мы узнали нового о нашем Создателе из этой истории. Нет сомнений, что подобные минуты оставят в памяти ребенка самые светлые и добрые воспоминания. Так в детях возникает устойчивая эмоциональная связь. Родители, Библия, Бог и я – это приятные минуты единства и общения. Пройдет время и наступит черед, так сказать, умственного постижения Евангелия. Но особые теплые чувства к Писанию, рожденные в детстве, останутся на всю жизнь. Несомненно, нечто подобное происходило и в детстве Иисуса. Мария и Иосиф, земные родители Христа, с ранних лет старались привить Ему любовь к Священному Писанию. Каковы же были плоды? Они стали вечными. Христос прожил трудную, но прекрасную жизнь. Терния Креста сменила радость воскресения. Господь учит нас идти Его путем, то есть жить с тем же отношением к Слову Библии. Пусть Бог поможет всем нам находить время для вкушения Его Слова. Пусть родителям даст Он мудрость для приобщения своих детей к Евангелию. Вероятно, тогда и мы однажды сможем повторить след за Давидом. Как сладкие гортани моей слова Твои. Лучше меда устам моим. Сегодня, дорогие друзья, мы хотим подарить вам книгу известного христианского богослова Грэма Максвелла «Рабы или друзья. Другой взгляд на Бога». Чтобы получить этот подарок, вам достаточно прислать нам заявку по адресу 127 473 Москва, абонентский ящик 3, христианская радиостанция «Голос надежды». По этому же почтовому адресу мы будем с нетерпением ждать ваши отклики на эту передачу. А теперь послушайте фрагмент из того самого 118-го псалма, с которого мы начинали сегодняшнюю программу. «Как сладкие гортани моей слова Твои. Лучше меда устам моим. Повелениями Твоими я вразумлен, поэтому ненавижу всякий путь лжи. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Я клялся хранить праведные суды Твои и исполню. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих и судам Твоим. Научи меня. Душа моя непрестанна в руке Твоей, но закона Твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. Откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они висели в сердце моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек, до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю. Ты, покров мой и щит мой, на слово Твое уповаю. Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову Твоему и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою. Да приблизится вопль мой пред лицо Твою, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лицо Твое, по слову Твоему избавь меня. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны, да будет рука Твоя в помощь мне. Ибо я по велении Твое избрал, жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой – утешение мое. Когда в тиши склоняюсь, Спаситель пред Тобой, и сердце открывая, я слышу голос Твой. О, честь всемогущий, визиты на меня, сейчас прошу в молитве, ведь я Твое дитя. Господь, Своим Ты словом, наставь меня в пути, и будь моей опорой. За руку собеди, поездки упадуя, твой сил не устоять, чтоб в грех мог победить я, пошли мне благодать. Когда в тиши склоняюсь, спаситель пред Тобой, и сердце открывая, я слышу голос Твой. О, честь всемогущий, призри Ты на меня, сейчас прошу в молитве, ведь я Твое дитя. Послушайте программу из рубрики «Это интересно». Первоначальной формой книги был свиток. От пятнадцати до двадцати папирусных листов приклеивали один к другому и сворачивали в рулон. Длина библейских свитков была от шести до десяти метров. Библейские книги писали на отдельных свитках еще во времена Иисуса и апостолов. Но уже к началу нового лет исчисления появился новый способ соединения листов папируса и пергамента – кодекс, когда листы складывали друг на друга и сшивали с одного края. Во времена Иисуса Христа Библия, а точнее Ветхий Завет, разделялась на три части – закон Моисея, пророки и Писание, причем последнюю часть начинали псалмы, представлявшие собой самую объемную книгу. Это же деление на три части упоминал и Сын Божий. Лука запечатлял его слова в своем Евангелии и сказал им «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Когда в конце Иудейской войны, в 70-м году по Рождеству Христову, пал Иерусалим, и его падение ознаменовало конец Иудейского царства, тогда хранители древнееврейской Библии решили, что наступило время великих перемен. В дни осады города римскими войсками произошло следующее. В сумерках по вечерним улицам города, обреченного на гибель, двигалась погребальная процессия. Ученики несли к могиле своего дорогого учителя, старца Иоханаана Бен Сакай. Встречные с благоговением уступали дорогу траурному шествию. Даже римляне, заключившие Иерусалим в плотное кольцо, позволили процессии беспрепятственно проследовать через городские ворота. Выйдя из города, колонна остановилась. Ученики опустили гроб, открыли крышку, и из гроба поднялся уважаемый всеми раввин. Прибегнуть к этой хитрости старца вынудил приказ фанатичных зелотов, согласно которому ни один живой человек не смел покинуть Иерусалим. Нарушение приказа грозило смертной казнью. Престарелый учитель повелел отвезти его к римскому полководцу. Встретившись с ним, он попросил, позволь мне в Ябне основать школу. Римлянин ответил согласием. С той поры Ябне, или Ямния, маленький городок на прибрежной равнине западнее Иерусалима, стал центром сохранения и исследования библейских текстов. Здесь трудилось новое поколение книжников. Это были отцы появившихся позже масоретов, людей, которые посвятили свою жизнь точной передаче священного писания грядущим поколениям. Слово «масореты» происходит от «масора», то есть традиция предания. Однако употребляется это слово исключительно по отношению к Библии. В школах масоретов с большой тщательностью переписывали библейские книги. Текст считался святым, и в нем не допускалось ни малейшего изменения. Чтобы при списывании даже случайно не вкралась какая-либо ошибка, в каждом книжном свитке подсчитывались слова и буквы. Так, количество букв в пяти книгах Моисея равно 305 607, в прочих книгах 846 600, а сумма букв всего Ветхого Завета составляет 1 152 207. Масореты знали также, какой стих является серединой каждой библейской книги. Короче говоря, они были великими знатоками священного писания. Их усердие сегодня может показаться нам чрезмерным, но именно благодаря ему мы располагаем надежным и достоверным текстом Библии. Поскольку древнееврейский язык постепенно выходил из ежедневного обихода, масореты сделали все возможное, чтобы сохранить священные тексты. В IX-X веках по Рождеству Христову они выполнили огромную работу, добавив в первоначальный древнееврейский текст гласные буквы, то есть огласовали древний текст Ветхого Завета. Сделать это было крайне необходимо, поскольку в еврейском письме графически изображаются только согласные. Сегодня мы знаем, как произносились слова в библейские времена, и этим мы обязаны трудам и заботам масоретов. Христианские общины относились к книгам Ветхого Завета как к Слову Божьему. За короткий промежуток времени, после создания Церкви Христовой, появились четыре повествования о жизни Иисуса или Евангелия. В эту же историческую эпоху был составлен рассказ о духовной жизни апостолов, который стал называться «Деяния святых апостолов», «Послание апостолов» и «Откровение». Все перечисленные книги Нового Завета созданы в I веке по Рождеству Христову. Они также старательно переписывались и передавались последующим поколениям, как и Ветхозаветное Писание. В последующие века о тексте Нового Завета заботились теологические школы, действовавшие, например, в Александрии, Кесарии и Антиохии. С VIII века хранение библейских текстов взяли на себя монашеские ордены. В монастырях изготавливали рукописные, часто иллюстрированные Библии. К сожалению, позволить иметь в своем распоряжении подобную рукописную Библию могли, естественно, только богатые люди. Наконец, когда католическая церковь постановила проводить богослужения на латинском языке, Слово Божье и вовсе стало редкостью для простых людей. Первоначально книги Библии были написаны сплошным текстом. Разделение на главы в начале XIII века ввел Стефан Лангтон, впоследствии архиепископ Кентерберийский. В XVI веке было введено также подразделение на стихи, чтобы легче было находить в книге нужные места. Наша передача из рубрики «Это интересно» на этом заканчивается. Мы хотим сегодня, наши дорогие друзья, подарить вам книгу «Евангелие» в одном из современных переводов на русский язык, который называется «Слово жизни». Верим, что эта прекрасная и мудрая книга станет вашим постоянным и верным путеводителем в этой жизни. Ждем ваши заявки на эту книгу и письма. Наш адрес – 127 473 Москва, абонентский ящик 3, христианская радиостанция «Голос надежды». До свидания. Господь да пребудет со всеми вами! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok